я рада вас приветствовать на канале ими на ютюбе так я надеюсь конечно меня слышно и видно сразу скажу это мой первый канал первый эфир на youtube канале до этого на ютюбе никогда не выступала с эфиром но надеюсь все будет нормально давайте знакомиться меня зовут гайдаш анна я мастер с опытом работы более 10 лет а также инструктор по базовым направлениям это маникюр педикюр и конечно же наращивание сегодняшняя тема нашего эфира это работа классическими гелями то бишь моделирование классическими гелями и прежде чем приступать к демонстрации того как мы работаем обычно классическими гелями я хочу немножко рассказать почему каждый мастер должен уметь владеть этой техникой пожалуйста напишите меня кто в эфире слышно ли меня видно ли меня потому что на ютюбе я первый раз выхожу в эфир еще немножко не разобралась хочу понимать что все нормально и я не разговариваю сама с собой надеюсь меня слышно смотрите работа с классическими гелями я считаю это базовый навык любого мастера если вы отучились допустим на просто маникюр и либо маникюр с гель-лаком да неважно и вы делаете педикюр но при этом вы не наращиваете нельзя сказать что вы как бы мастер универсал и у вас большой охват клиентской базы после долгой эры гель-лака я это так называю сейчас возвращается обратно вот работа с жесткими гелями до построение архитектуры моделирование архитектуры работа с какими-то сложными ногтями исправления вниз растущих скрученных и так далее благо сейчас очень хороший выбор твердых гелевых систем жестких гелевых систем есть гели более жидкие есть гели более там густые и вязкие есть даже такой чудеснейший материал как полигель которым мы можем вылепить любую форму исправить абсолютно любой ноготь так вот и я считаю что каждый мастер должен уметь работать с гелями владеть гелями на сегодняшний день отлично хорошо что все слышно я рада на сегодняшний день у нас вообще существует очень много вариантов наращивания удлинение моделирования каждый мастер называет это по разному но грубо говоря это когда у клиента нет ногтя да а нам надо его сделать смоделировать нарастить удлинить и так далее так вот на сегодняшний день существует много способов это и верхние формы это и стекловолокно и гелевые типсы и все 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 что только придумала наша индустрия но все-таки классическим наращиванием считается моделирование на нижних бумажных шаблонах это можно отнести к классике почему именно этот способ относится к классике потому что он универсальный и потому что он самый старый там им давно работают нет на самом деле верхними формами работали еще во время акрилового наращивания так что верхняя форма это не какой-то супер ноу-хау вот но а те же верхние формы те же гелевые типсы стекловолокно файбер волокно во первых подходит не на все ногти бывает такое что приходит клиент а ему элементарно верхняя форма либо гелевая типса не подходит по размеру она либо слишком узкая либо слишком большая либо не такой изгиб по продольной арке либо по поперечной арке и все до типса отклеивается материал не ложится начинаются какие-то танцы с бубнами этого никогда не произойдет бумажными шаблонами бумажные шаблоны возможно подставить абсолютно под любой ноготь на абсолютно разный изгиб ногтя на вниз растущий наверх растущие на малыши совсем коротенькие на обгрызанные ногти в общем в общем на любые ногти мы можем подставить верхний шаблон то же самое касается допустим файбер волокна либо файбер вот волокон либо этих самых господи стекловолокон файбер волокон и так далее в общем всевозможных дополнительных материалов на эти материалы мы не можем нарастить допустим очень длинные ногти до те же стилеты либо еще что-то такие креативные формы как эйджи пайпы арки тоже не на все материалы в смысле там файбер не файбер верхние типсы верхние типсы общем не на все инструменты можно сделать на бумажные шаблоны абсолютно все это мы можем сделать если тех же верхних форм у нас должно быть несколько видов до разные изгиб арки разная форма бывают арочные верхние формы бывают обычные бывают классические то есть надо вот прям несколько то бумажных шаблонов нам достаточно иметь один рулон и уметь ими работать и все абсолютно под любые ногти абсолютно любую форму вы сможете ими нарастить самая большая сложность у мастеров особенно которые только начинают осваивать технику моделирования самая большая сложность это подстановка этих шаблонов она почему-то больше всего вызывает у мастеров проблем на начальных этапах я сегодня на эфире постараюсь показать свои фишечки скажем так которые упрощают этот момент и вы сможете подставить форму под любой абсолютно ноготочек вот но работа с бумажными шаблонами гарантированно как сказать обеспечит вам еще больше клиентов потому что вы сможете справиться с любым клиентом вы сможете исполнить пожелания вообще любого клиента хочу длину такую хочу длину экстремальную хочу форму классическую хочу форму какую-нибудь не классическую и вам не нужно узнавать а какие у клиента ногти они там трамплинчики грифозики если какая-то специфика в ногтях или нет какой бы клиент к вам не пришел вы сможете спокойно выполнить удлинение на бумажных формах так сейчас я переключу экран попробую и будем приступать ведь какое себе шикарнейший коврь приобрела новинка вонишь девки они классные девочки хотела быстро так сказать коврики прям шикарнейшие но честно я еще не открывала в пленочке мне очень жалко и так я подготовила свой ноготь здесь у меня было наращивание вообще я последнее время только хожу уже с гелевыми ногтями здесь у меня выкладной френч но мы в эфире выкладной френч делать не будем мы сделаем классическое с вами просто наращивание удлинение миндаль я покажу как подставлять форму и какой минимальный набор материалов вам понадобится для работы с гелями гели у нас относятся к жесткой системе они не растворяются жидкостью держит свою форму держит свою арку и в течение носки там никуда их не крутит не переворачивает не сворачивает материал не проседает и так далее потому что материал жесткий для работы нам с вами понадобится первое это подготовительная жидкости конечно же так как гелевая система у нас довольно гидрофобная то есть гели не приемлят наличие воды влаги либо каких-то косметических остаточных средств на ногтевой пластине очень важно правильно ноготь подготовить чтобы не было отслоек и для моделирования нам понадобится гель для удлинения свободного края у компании эми два есть шикарных геля натурал композит но композитные гели вообще используются в технике запечатывания свободного края те кто привык работать более густыми гелями вот этот гель тоже вам подойдет для удлинения он такой густенький не течет очень комфортен в работе также для удлинения еще есть гель форм гель натурал он более жидковатый но опять же на формах не течет не этот не форм гель натурал они на формах не растекаются держится прекрасно и для моделирования верхней арочки буду использовать soft ash pink очень классный оттенок это из новых цветов мне прям он понравился это наверное уже третья баночка которую мы в салоне почти закончили цвет потрясающий самое важное правило это мы не сочетаем жесткие гели и эластичные эластичные гели мы используем только в качестве подложки под жесткий гель но мы никогда не делаем эластичным гелем удлинение и тем более никогда не выкладываем эластичным гелем верхнюю архитектуру если допустим удлинение сделали жестким гелем то есть базу гель-лак эластичную базу мы можем использовать только в качестве подложки подложки перед наращиванием и все более не как так приступаем значит для работы я уже сказала какие жидкости нам понадобятся я сейчас обезжирю пальчик потому что мало ли что на него попало для этого я буду использовать обычный евро клинсер также я уже здесь выполнила маникюр вроде камера или прыгает немножко камера фокус пытается хорошо обезжириваем смотрите если вы только начинающий мастер да только осваиваете эту технику отрабатываете навык после курса я рекомендую вам не срезать кутикулу до опила то есть прочищаем пазухи все вычищаем все убираем патеригий убираем очищаем около ногтевые пазухи основной срез делайте после поверхностного опила потому что бывает так что на начальных этапах нам тяжело еще увидеть форму тяжело правильно выложить гель чтобы когда вы опиливаете финально пилкой вы не травмировали слишком сильно кожу оставляйте вот эту вот линию кутикулы потом после опила ее срежете так как я буду работать в технике без сильного поверхностного опила я сразу выполнила маникюр и уже буду готовить ноготь первое что я наношу это nail prep он же у нас дегидратор в зону кутикулы он подсушивает ногтевую пластину подсушивает кожу вокруг особенно если у клиента влажные руки это прям незаменимая вещь в арсенале мастера после того как наш nail prep немножко подсох на воздухе я буду наносить ультрабонд ультрабонд это бескислотный праймер работает как двухсторонний скотч смотрите при работе с гелями да и даже при работе с гель-лаками никогда не наносите очень много ультрабонда если вы прям зальете ноготь ультрабондом это тоже может спровоцировать отслойки то что будет очень сильная дисперсия липкая наносим ультрабонд исключительно на ноготь избегаем попадания на кожу если вы попадете на кожу ничего страшного как бы не произойдет но потом по этой липкости туда будет затекать база либо гель поэтому стараемся работать только по ногтевой пластине ультрабонд и nail prep у нас сохнут на воздухе буквально 30 секунд сейчас все это дело высохнет в качестве подложки я буду использовать обычную гель-лаковую обычную гель-лаковую базу наносить ее будут тонким тонким слоем вы можете использовать супер бонд гель это специальный гель который мы используем в качестве подложки но если вдруг у вас нет супер бонд геля чего страшного обычная база гель-лак точно также прекрасно справится с этой функцией единственное помните подложка должна быть тоненькая у меня база макси густая поэтому я ставлю капельку беру плоскую кисть и просто втирающими движениями распределяю базу по ногтевой пластине если нанести ее кистью из флакона то скорее всего она ляжет очень толсто и создаст нам ненужную толщину подложка выполняет функцию исключительно сцепки жесткого геля с эластичным натуральным не более никакой толщины у нас здесь быть не должно слушаем 30 секунд пока ваш клиент сушит подложку вы можете начать готовить формы у меня сегодня формы которые до 9 единиц также у компании вышли новые формы нас до 15 единиц если мне память не изменяет для более длинных ногтей для более шикарного моделирования но я взяла вот эти формы вообще мне формы очень нравятся они хорошо держатся они имеют классную клеевую основу липнуть шикарно единственно сейчас конечно попробую в перчатках обычно в перчатках неудобно работать снимаем форму с бумажной основы вот это колечко иногда не всегда честно девочки не всегда но иногда бывает удобно приклеивать вот сюда вот под низ чтобы вот эта часть была у нас во первых пожестче держала арочку свою и не склеивалась между собой убрали освободили окошко далее обязательно разрезаем перфорацию старайтесь ее разрезать не разрывать потому что форма довольно плотненькая когда начинаем рвать можно порвать не тот участок который нам надо прежде чем что-то дальше делать с формой то есть как-то ее готовить нам надо ее примерить под ногой смотрите для того чтобы примерить форму смотрим форма у нас плоская это обычная бумажка у нас есть центральная ось нам необходимо немного ее под центральной оси вот так свернуть в арочку если вы будете вот так вот плоско пытаться померять форму под ногой скорее всего у вас ничего не получится она начнет либо вверх либо вниз куда-то крутится помним что у нас же ноготь не плоский натуральный ноготь всегда имеет свою арочку и для того чтобы корректно примерять форму нам также надо ее скрутить немножко в арочку только следите за тем чтобы ничего не склеивалось у нее до примерки снизу видите я фиксирую своим пальчиком чтобы нижние ушки не склеились весь моя задача просто поставить форму сейчас и посмотреть смотрите форма упирается у меня по центру вот здесь вот видно вам а точки в роста не доходят вот она стоит у меня под ногтем все хорошо но точки в роста у меня не доходят вот здесь вот у меня по бокам пробелы такого быть не должно форма должна стоять очень четко под ногтем имитировать длину своего натурального ногтя то есть очень часто девочка меня на курсах спрашивают типа а ну как ты понимаешь вот как правильно стоит форма или неправильно во первых у нас есть несколько критериев постановки формы перчаткам липнет когда работаете с клиентом лучше работать без перчаток формы очень липучие первые критерии смотрите у меня ногти имеют такой неплохой продольный изгиб и первый критерий это наивысшая точка на ногтевой пластине должна совпадать с носиком формы вот когда мы ее поставили видите у нас вот здесь вот образуется на свободном крае как бы пустота вот эта пустота будет заполнена гелем и это будет дополнительная жесткость для нашего ногтя форма стоит ровно она не задирается не вверх не уходит вниз по фронтальной оси по фронтальной оси вот она наша центральная ось форма также должна стоять ровно если мы посмотрим на форму вот так когда мы ее склеиваем у нас должно быть кругленькая капелька без перекосов и вот эти нижние ушки должны быть склеены ровно это основные такие критерии на которые мы всегда ориентируемся и конечно же мы ориентируемся как бы на свою насмотренность на свой взгляд вот когда вы подставляете форму представьте что из точек в роста должен выходить свой ноготь расти и вы представьте вот нормально будет если вы вот так вот форму оставите или все-таки это будет широко или все-таки где-то будет провал и геля он где-то не станет то есть всегда пытайтесь представить конечный результат как будет выглядеть ваш ноготь вот здесь вот я вижу что у меня форма я чувствую да у меня форма вот уперлась дальше она не идет а в точке в роста она еще не встала такого быть не должно форма должна зайти под ноготь для если форма упирается у нас вот здесь вот в центре значит нам нужно углубить немножечко окошко формы для этого я аккуратненько отклеиваю ведь я ничего не склеивала я просто примерила форму когда я сделаю все насечки все углубления только тогда я буду уже склеивать ушки и фиксировать форму на ногте для того чтобы углубить окошко мы равномерно скругляем углубляем вот это вот пространство на форме очень много вспомогательных линий очень много овала в линии всяких направляющих всегда ориентируйтесь на эти направляющие я вначале девочки представлялась меня зовут гайдаш анна я инструктор компании эми по маникюру педикюру вообще по всем базовым программам это мой первый эфир на ютюбе потому что до этого я вела в контакте на что-то контакт последнее время балуется перешли на youtube смотрите я примерила форму видите она уже встала у меня в точке в роста но когда я начинаю форму опускать смотрите здесь даже перфорация порвалась боковой валик мешает мне то есть у меня форма лежит на боковых валиках у меня валики достаточно высокие и форма лежит на боковых валиках если я вот так вот оставлю вот представьте я вот так оставлю допустим склею ушки не освободив боковые валики выложу сюда гель и вот сразу видно видите у меня по форме гель пойдет вот сюда и у меня ноготь будет такой широкий плюшечка такая я всегда визуально представляю я не на всех ногтях подрезаю освобождаю боковые валики я всегда смотрю визуально как будет смотреться этот ноготь он будет похож на мой натуральный красивый или он все-таки будет похож на какую-то плюшечку толстенькую широкую вот в этом случае он будет похож на широкую плюшечку потому что форма лежит на боковых валиках нам необходимо боковые валики освободить что это значит это значит что от точек в роста вот здесь вот нам надо сделать вот такие вот диагональные насечки опять же посмотрите внимательно на формах уже есть направляющая ведь это вот серенькая вот она прям в мою точку в роста входит я здесь запомнила что с этой стороны мне надо сделать насечку вот по этой серой направляющей повернула с этой стороны опять же серая направляющая входит в мою точку в роста прекрасно мне не надо ничего там ножничками измерять отмерять куда-то что-то вымерять все есть на формах просто смотрите внимательно на форму и не торопитесь я посмотрела где мне нужно сделать насечки опять же аккуратненько убираю форму очень липучие и по этим серым наметкам делаю диагональные насечки в диагональ видите не вот так вот вниз а именно по диагонали и с другой стороны так после того как я сделала вот эти насечки что я делаю смотрите я склеиваю сразу нижние ушки аккуратно вот просто сами вот эти вот бортики для чего это сделаю мне в таком положении удобно их склеить я их вижу мне надо переворачивать руку клиента что-то там целится вот я на кле склеила их ровненько наметила раскрыла форму взяла ее за кончик очень легонько я не сжимаю сейчас форму я не пытаюсь ее сейчас склеить раскрыла вот эти боковые ушки и аккуратно подставила под ногой смотрите она у меня стала сейчас пардон девочки бумажка прилипла чтобы она нас не сбивала вот она у меня стала идеально от точек в роста вниз я смотрю сбоку стоит ровно очень важно мы вот так не опускаем ни в коем случае форму и вверх вот так ни в коем случае не задеваем когда точки в роста в разные значит вы вырезаете вот это вот окошко по тем точкам роста которые есть у клиента сейчас я покажу как можно наметить на форме по именно по ногтю сейчас я приклею девчонки все я померила все у меня не нравится все хорошо я зафиксировала на боковых валиках чтоб форма не двигалась еще раз посмотрела сбоку все прекрасно зафиксировала вот эти ушки но если мы посмотрим видите форма еще широкая и тогда уже когда я зафиксировала вот здесь по бокам я посмотрела что продольное направление мне нравится я поджимаю вот здесь под подушечкой пальцев и форма видите заужается так как я буду наращивать миндаль я хочу немножко носик сделать остренький я чуть-чуть концу ее сжимаю чтоб она на заужение шла вот она наша капелька ровная никуда не перекошенная обязательно следите за ровностью этой капельки если где-то будет перекос значит вы неровно склеили форму вот если вот так посмотреть если будет вот такой перекос то значит вы неровно склеили ушки формы и ноготь будет кривой поэтому зовут этой капелькой за ее ровностью следим проверяем всегда ровность по всем осям по центральной оси по боковой оси прежде чем выкладывать гель все проверьте чем ровнее вы подставите форму тем меньше вам потом пилить у вас сразу будет моделироваться ровный ноготь не не надо ничего никуда там выравнивать поджимаю еще раз под подушечкой пальцев форма держит прекрасно свою арочку она не раскрывается в лампе и вот посмотрите если вот сейчас я посмотрю видите представлю визуально да как у меня источник просто вырастает мой ноготь вот сейчас он будет вырастать стройненький и красивенький не вот такой широкий раскрытый видите форма бумажная она как будто бы продолжение своего натурального ногтя всегда тренируйте вот эту свою насмотренность таким образом сейчас девочки я выложу материал и расскажу вам как можно отмерять где освобождать валики если точки в роста разные так выкладывать длину я буду натурал композитом этот гель очень густенький он классный вообще-то используется для запечатывания натурального ногтя в технике запечатывания но и наращивать удлинять им также можно он имеет натуральный цвет и это здорово потому что если клиент ваш хочет наращивание french как правило по боковым плоскостям бывает если вы удлиняете ноготь прозрачным гелем просвечивается вот это все светится насквозь подложка и может смотреться не очень эстетично а вот этот гель за счет того что он имеет цвет натурального ногтя снивелирует все вот эти вот просветные моменты так как мы выкладываем материал набрали капельку небольшую положили на стык формы и ногтя не заходите материалом слишком высоко не нужно выкладывать вот удлинение на пол ногтя достаточно пару миллиметров пристыковаться к ногтевой пластине этого достаточно видите я взяла маленькую капельку если мне надо я буду добавлять ваше удлинение не должно быть очень толстым удлинение мы делаем максимально тоненьким чтобы она не влияла на нашу последующую архитектуру распределяем нашу капельку в одну сторону это я прям совсем мало взяла видно прям заводите вот сюда в точку в роста прям заводим и иногда девочкам на базовых курсах я рекомендую не просто завели в точку в рост посмотрите а прям прикоснулись к боковому валику вот так вот ничего страшного если вы так прикоснетесь мы потом пилочкой все это сможем прибрать но если вы в точку в роста не доведете материал у вас будут там сколы такие выщербленки эти выщербленки опасны тем что ногти просто наращенные ломаются давайте удлиним до четверочки по цифровым нами наметкам вы смотрите какую длину нужно сделать ориентируетесь да и у клиента спрашиваете сразу я формирую тот свободный край который мне нужен то есть я не выкладываю квадрат если я планирую моделировать овал до либо миндаль все сразу выкладываю на овал противоположную точку в роста также я по поверхности посмотрите внимательно девочки я не продавливаю сильно вот так вот материал это тоже одна из ошибок девчонки на начальных этапах очень сильно пытаются как-то потянуть продавить гель и получаются такие неровности на поверхности потом вы долго его ровняете вот за поверхность взяли и аккуратно подтягиваем его подталкиваем не нужно ее тут рытвины оставлять аккуратно дотянули во вторую точку в роста опять же прикоснулись прям к боковому валику ничего страшного на ноготь я зашла на пару миллиметров видно вам не на пол ногтевой пластины а на пару миллиметров если вот здесь вот на поверхности есть какие-то рытвинки я максимально стараюсь их выровнять чтобы мне меньше пилить посмотрите сбоку если помните в начальном эфире я показывала да от наивысшей точки у нас палочка касается кончика формы и вот здесь вот у нас образовывался такой провал даже когда я форму ставила за счет того что мне ногти довольно арочные они немного растут вниз в грифозные вернее простите а грифозные они растут вниз вот здесь образовывался такой небольшой провальчик когда вы выкладываете удлинение старайтесь чтоб у вас граница натурального ногтя и удлинение не было видно чтоб вот здесь не было ступеньки вот ровно идет мой ноготь и ровненько он переходит в искусственный если вдруг вы видите что есть здесь ступенька заполняйте ее опять же смотрите представляете вот он вырос свой ноготь представляете что это натуральный ноготь который вырос видите он никак не отличается как будто бы действительно он свой сушим в лампе одну минуту этот гель что натурал композит что форм гель натурал очень хорошо поджимается то есть если вам нужно допустим поджать ноготочек если ногти трамплины то есть трапеции растут с расширением к свободному краю и вы хотите немножко по точкам в роста поджать гель вы можете подсушить 30 секунд достать из лампы и вот здесь вот в точках в роста прям своими пальцами вот так вот сжать не нужно никаких дополнительных инструментов никаких пинцетов зажимов и так далее достаточно своих пальцев видите как он жмется моментально сжался и досушиваем в лампе в лампе он опять же не раскрывается очень классно держит гель форму любые арки любые какие-нибудь креативные формы шикарно подходит для моделирования вот всяких таких креативных вариаций верхнюю архитектуру я буду выкладывать вот таким камуфлирующим гелем h soft pink это новый оттенок очень классный он такой светлый и мы привыкли до что если допустим рисуем френч то камуфляж должен быть либо бежевый либо розовый вот как-то поярче смотреться этот смотрится на ногтях немножко светлее но на нем такой шикарный френч настолько нежно получается так я высушила свое удлинение как мы снимаем удлинение форму поджали с одной стороны поджали с другой стороны она отклеилась и вот таким движением вниз если будете тянуть движением вверх велика вероятность что можете удлинение сорвать помним что это всего лишь наше удлинение это еще не полноценный ноготь поэтому достаточно хрупкая прекрасно смотрите какая прелесть мне даже уже так нравится смысле так оставить нельзя конечно в любом случае нужно моделирующим гелем сверху выложить так давайте я сейчас попытаюсь на втором пальчике показать как мы подставляем форму если у нас разные точки в роста здесь конечно у меня есть покрытие вы можете ориентироваться не только на вот эти вот намёточки которые на самой форме вы можете делать насечку об ноготь клиента это очень классно помогает раб в работе когда вот на разные точки в роста на разной высоте и вы не можете понять как куда что делать вообще как вырезать ничего у клиента не получается вернее у вас не получается поэтому никогда не паникуем в общем ладно приклеилась приклеилась уже очень липкие разрезаем перфорацию и опять же нам для начала нужно примерить форму под ноготь чуть чуть ее скруглили в арочку держим центральную ось весне ни в коем случае вот так не перекрашиваем держим центральную ось и смотрите когда вы подставляете форму под ноготь мне сейчас конечно одной рукой может быть неудобно вот я подставила форму под ноготь и я вот так вот об сам ноготь делаю насечку на форме когда вы убираете у вас на форме вот она насечка вам видно где нужно срезать где нужно освобождать боковой валик так сейчас я выложу вверх потому что махаю здесь рукой чтобы ничего не сорвать для того чтобы выложить верхнюю архитектуру здесь мы уже работаем как и техники коррекция каких техники укрепления первый слой промазываем тоненько потом ставим капельку и выстраиваем архитектуру то есть следим чтобы наша продольная арка была ровная я свободный край сейчас не опиливала вы заметили то есть я не придавала ему форму потому что я выложила ее настолько ровно ну что тут нет смысла лишний раз пилить я в любом случае буду делать легкий поверхностный опил когда выложу вот этот верхний гель и тогда уже подровняю свободный край у меня в точках роста материал доведен мне ничего нигде не надо доводить у меня ничего нигде не проваливается поэтому я приступаю сразу к выкладке верхнего материала верхней архитектуры промазала хорошенечко тонкий слой набираю капельку какую каплю брать девочки зависит от исходника зависит от того насколько широкий у клиента ноготь насколько длинный она хочет нарастить ноготь это все мы тренируем при помощи практики смотрите как мы выкладываем в центре сняли материал вот такими с крутящими движениями и постепенно не продавливая его спускаемся вниз вот как бы натягивая как одеялка на ноготь видите я кончиком кисти натягиваю материал на свободный край стараюсь доводить сразу обе стороны и следить конечно же чтобы он не затекал для того чтобы довести материал по боковым точкам по боковым линиям и в зоне кутикулы я буду использовать тонкую кисть на клиентах на крайне редко на самом деле работаю тонкой кистью на камеру неудобно девочки сделать толстой кисть широкой кистью все я чуть-чуть его направила посмотрите как он сам выравнивается у меня здесь нет блика потому что у меня без теневая лампа девочки я буду вам показывать продольные поперечные арки вот таким образом видите после того как материал у вас разровнялся по поверхности вас принципе все устраивает вы видите что все боковые поверхности прокрыты материала везде достаточно обязательно переворачиваем и центруем материал когда мы переворачиваем палец клиента в любой технике мы держим его параллельно поверхности не заваливая свободный край не вверх не вниз и моделируем наши арочки еще разочек проверяем чтобы все было ровно сейчас я подсушу и потом покажу вам продольной поперечной арки потому что гель имеет среднюю вязкость среднюю густоту он прекрасно сама выравнивается но опять же долго им нельзя не лазить иначе начнет растекаться поэтому я а потом вам все покажу я вылаживаю уже одной каплей не пытайтесь как стать если вы только начали отрабатывать да если вы только отучились на наращивание допустим не получается вас выкладывать одной каплей у вас все затекает у вас затеки по линии кутикулы по боковым валиком не пытайтесь тогда работать одной каплей либо возьмите более густой гель выкладка одной капли это уже так скорость работы это уже мастерство вам нужно наработать навык нужно наработать технику и тогда вы когда вы привыкнете к материалу когда вы поймете как он себя ведет куда он течет когда он не течет вы сможете уж так ответьте пожалуйста меня видно меня слышно потому что у меня какое-то сообщение выскочила возобновление связи видно ли меня думала хотя бы youtube будет работать без перебоев даже youtube уже срывается хорошо все я успокоилась меня видно так смотрите гель мой высох просох если мы посмотрим вот так вот в торец видно вот эту вот арочку чуть-чуть вот здесь вот надо будет подпилить немножко пузико такое видительно нависло если посмотреть по боковой оси есть плавный подъемная высшая той стресс-зоне и плавный спуск вот эти вот все понятия девочки стресс-зона апекс и так далее это более уже углубленная то есть в рамках эфира тяжело все это вместить это все уже разбирается на курсе как на онлайн курсов так и на оффлайн курсов курсов все это дается очень подробно вот и мне здесь достаточно будет ну вот немножко немножко подпилить и все видите здесь не будет прям такого сильного поверхностного пила для того чтобы выполнить опил я убираю липкий слой при помощи евро клинцером так я убираю липкий слой у меня пилочка со сменным файлом прежде чем выполнять опил я должна опилить форму свободного края я завожу пилочку под точки в роста я здесь выкладывала материал видите с легким запасом то есть можно вот эту вот боковую параллель приподнять и с другой стороны надеюсь вам видно потому что немножко неудобно под камеру пилить я вообще у девочки честно я себе делаю ногти только в прямых эфирах я себе ногти давно не делаю делают мастера студии поэтому под камеру еще и себе довольно сложно опилили форму если нужно заузили если нужно прибрали длину то есть сейчас мы равняем форму такую какая она у нас должна быть как видите легкий легкий опил совсем легенький когда мы выполняем поверхностный опил как мы его делаем выкладываем пилку на поверхность ногтя сначала опиливаем зону кутикулы то есть от одной точки в роста к другой опиливаем полностью зону кутикулы но здесь даже опиливать нечего так чисто забавим скажем тогда чуть 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 после того как мы прошлись в зоне кутикулы я прохожусь очень аккуратно потому что у меня уже сделан маникюр я не хочу размахрить свою кутикулу после того как мы прошлись в зоне кутикулы нам необходимо опилить боковые поверхности выкладываем пилку от точки в роста спускаемся вниз с одной стороны и от точки в роста спускаюсь вниз с другой стороны опилила боковые поверхности после боковых поверхностей я перехожу на свободный край я выкладываю пилку вот таким образом и работаю по свободному краю как запомнить этапность опила очень просто посмотрите я опиливаю ноготь по контуру начинаю от точек в роста линия кутикулы одна боковая поверхность 2 боковая поверхности свободный край по контуру опилили и самом конце мы пилим точку апекса центр в самом конце если нужно чтобы вы со старту не перепилили апекс наивысшую точку оставляйте его напоследок опиливайте ноготь как и называют по контуру после того как вы выполнили поверхностный опил по контуру можно еще подравлять подровнять форму то есть я вижу что мне еще можно поднять боковые параллели мне там хватает материала немножко вроде одинаковой форм указательный мне будет без френча все и я вижу что мне не нужно вот здесь вот принципе понижать высоту по апексу у меня и так все прекрасно минимальный опил прежде чем приступать к покрытию либо френча либо дизайну я рекомендую вам забатить поверхность чтобы она была ровненькая без сильных бороздок даже если вы выполняли легкий опил пилкой то есть не так не очень сильная такой как у меня легенький в любом случае пилка оставила борозды более слу более глубокий нам надо их сравнять поэтому мы берем батик просто бафим поверхность опять же хорошо внимательно смотрите чтобы вот вот в этих местах не было никаких зазубринок убирайте их сравнивайте их чтоб линия была ровная во-первых это и эстетически красиво клиент не будет сам там ничего подпиливать ковырять и в носке будет нормально все будет хорошо здесь гель тут тот участок где я прикасалась к боковому валику ой то есть завели пилочку подпилили и с другой стороны завели подпилили то есть про проверили еще раз проконтролировали что у вас там все ровно все прекрасно все слегонца забафили посмотрите у меня пыль отопила вот она буквально на перчатках осталось все у меня здесь нет горы пыли это называется выкладка в одну каплю с минимальным опилом когда вы выкладываете материал с минимальным опилом во первых вы ускоряетесь в работе очень сильно во вторых вы скажем честно экономите материал потому что все что вы опилите выброситься в мусорное ведро поэтому старайтесь выкладывать сразу на готовность если вы моделируете гелью нужно ли выкладывать вверх еще делим до необходимо немножко выложить так сейчас комментарий исчез сейчас я про прочитаю если клиент у вас выбрал гелевые типсы вы нарастили на гелевые типсы то верх необходимо еще смоделировать для потому что во первых на гелевых типсах может быть вот здесь ступенька где вы ее приклеили ее обязательно надо будет снивелировать и лучше для этого брать монофаз во флаконе он жидкий и вы можете выложить как сказать максимально тонко минимально тонко то есть не будет толщины на гелевые типсы не нужно слишком утолщать ноготь там достаточно просто сравнять вот эту ступенечку где будет типсом балуется интернет у меня уже второй раз было возобновление связи смотрите девочки давайте я продолжу я потом под видео открою комментарии надеюсь в ютюбе есть эта функция обязательно всем вам отвечу или же можете писать мне в контакте гайдаш анна город шахтерск я думаю найдете инструктор компании риме я просто боюсь и чтоб эфир не вылетел и все у нас сохранилась смотрите мы смоделировали наш ноготь он не толстый он не пузатый не какой-то там плюха венький он ровненький аккуратный эстетический ноготочек снизу у нас цвет натурального ногтя толщина минимальная поэтому кто переживает что в наращивании при работе с гелем прям ногти очень толстая не переживайте на самом деле и тонкие ногти хорошо носятся главное правильно их моделировать то есть не так сказать не пренебрегать основными правилами после того как вы выполнили поверхностный опил здесь уже можно покрывать цветом делать френч либо какие-то декорации наносить то есть уже завершать услугу до выполнять какое-то декоративное покрытие так девочки я надеюсь что вам была полезна эта информация я сейчас сохраню эфир попытаюсь ответить на все ваши комментарии потому что первый раз в ютюбе и вот я вижу всплывающие комментарии а чат не могу открыть начинает сбоить связь и переживаю чтобы сохранился эфир и все было но там спасибо большое всем за внимание очень рада была с вами встретиться сегодня на youtube канале надеюсь наши встречи будут регулярными никакие технические сложности нам не помогут не помешают все всем спасибо до новых встреч